Сегодня ночью в городе выпал первый снег. На центральных улицах города активно работает снегоуборочная техника. Шинная лихорадка в Ак-Тубе вспыхнула с новой силы из-за внезапно выпавшего обилия дождевых и снежных осадков. В управлении административной полиции открыт колл-центр. Коммуникационный ресурс организован для укрепления доверия граждан и повышения статуса полиции. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. За сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19, из них с симптомами заболевания 16 суточный прирост заболеваемости составил 0,1%. В настоящее время на домашнем карантине находится 8159 человек. За всеми проводится медицинское наблюдение. На 10 ноября по области зарегистрировано 34 578 случаев COVID-19. В Ак-Тубе пришла зима. Сегодня ночью в городе выпал первый снег. Непогода сразу же сказалась на движении автотранспорта. На центральных улицах города активно работает снегоуборочная техника. Несмотря на предупреждения, погодные условия сегодня застали врасплох всех горожан. Прошедшие накануне обильный дождь, ночные заморозки и первый снег сегодня значительно сказались на передвижении транспорта. Как правило, с первых незначительных ухудшений погодных условий в городе активно начинают работу по зимнему содержанию дорог. И сегодня технику коммунальщиков в основном можно было заметить на центральных улицах города. Порядка десяти снегоуборочных машин расчищают дорогу по проспектам Абулхайрхана и Алии Молдогуловой. За своевременной очисткой дорог в городе сегодня следят 10 подрядных организаций. Общая площадь обслуживаемых участков составляет 5,9 миллионов квадратных метров, а это более 700 городских улиц, объездные автодороги и дороги 53 жилых массивов. Всего в очистке улиц сегодня подрядными организациями задействовано 15 рабочих бригад по 6-7 человек. Кроме этого, в ночное время организована очистка спецподметальной техникой мостов, перекрестков и прибордюрных зон на наиболее загруженных городских улицах. Также на улицах города и в жилых массивах подрядчиками организовано круглосуточное дежурство спецтехники. В настоящее время на зимнее содержание дорог задействовано 10 подрядных организаций, где задействованы около 190 спецтехники, такие как автогрейдера, щетки. Также у подрядных организация в настоящее время имеется противоговорная смесь, как 650 тонн песка, соли, 1600 тонн солево-песчаной смеси. Отметим также, что в следующем году с подрядчиками по зимнему содержанию дорог будет заключен трехлетний договор. Следовательно, в последующие три года ответственность за чистоту и безопасность за определенный участок дороги в непогоду будет нести именно закрепленная на данной территории организации. Кристина Веец, Алексей Уразов, Жасулан Джубаев, программа «Факт». Шинная лихорадка в Октюбе вспыхнула с новой силой из-за внезапно выпавшего обилия дождевых и снежных осадков. Сегодня суета и скопление автомашин наблюдается на многих шиномонтажных мастерских города. Несмотря на возросший поток клиентов, переход на зимний комплект авторезины проходит в нашем городе согласно плану, отмечают сотрудники сферы шиномонтажа. В Октюбе порядка 70% шин – это 70 тысяч единиц – доставляются в сети мастерских одного шинного центра. И, по словам его руководства, в городе на данный момент наблюдается определенный дефицит автомобильной обуви. То, что не хватает из-за пандемии, у нас дефицит был каучка, дефицит доставки, сложности были доставками. У нас 30-40% не смогли мы завести, поэтому дефицит создается. Конечно, премиальные шины вот еще мы завозим и обещают, что в декабрю месяц еще дать шины. В день мы продаем полторы-две тысячи шин, а перебываем около двухсот, где-то в двести шин автомобилей. В двести мы перебываем. Основная доля шин данного центра изготовлена европейскими компаниями. Тем не менее, в некоторых магазинах на случай дефицита имеется функция предварительного заказа резины из Китая, которую автовладельцы ждут порядка 15 дней. Такая резина будет дешевле и хуже по качеству, но, как отмечают продавцы, это лучше, чем ничего. К тому же, в шинном центре отметили, что большая часть актюбинских автовладельцев еще до наступления сезона переобувки позаботилась о покупке зимних комплектов резины. Ажиотаж наблюдается, но так как благодаря соцсетям, грамотности наших населения, сильно такого нет. В спокойном режиме все переобуваются, и электронная очередь у нас есть, чтобы было удобство нашему населению, потребителю. Мы очень рады, что люди пониманием относятся. Все те, которые по рекомендации наших продавцов, консультантов переобулись заранее. Безопасность прежде всего. В текущем сезоне цена автомобильных шин была поднята европейскими производителями на 30%. И это не могло не сказаться на стоимость данной продукции в нашем городе. Тем не менее, диапазон цен от 15 до сотни тысяч тенге за комплект не снижает чисто автовладельцев у прилавках шинных центров нашего города. В Активенской области сотрудники ДЧС сегодня провели командно-штабные учения КЭС-2021. Главная цель мероприятия – подготовка органов управления сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. В ходе учения было проведено три практических мероприятия на трассе Самара-Шимкент. С сегодняшнего дня в Актюбинской области стартовали республиканская команда, что мы учили КЭС-2021. Весьма примечательно, что они собрали еще с республиканские мероприятия климата. Сегодня выпал снег. Как вы видите, согласно легенде, в результате обретения дорожного полотна на трассе Самара-Шимкент направление из границы Западной Казахстанской области создалась очень сложная климатическая обстановка. Произошли массовые дорожные транспортные происшествия. Сегодня мы разыгрываем один из них. По замыслу учения в результате ДТП столкнулся автобусы, переводившие в автовиков лицовоз и две единицы литровой техники. Экстренные службы были направлены. Каждый год работал свои направления. Про цели учений достигнут. Всего сегодня в командно-наштабных учениях приняли участие 200 человек личного состава. Были задействованы 5 поисковых собак и 39 единиц техники. В районах проведено развертывание оперативных штабов. Отметим, что командное учение спасателей сегодня проходит во всех регионах страны. Они продлятся в течение двух дней. В управлении административной полиции открыт Кул-центр. Коммуникационный ресурс для тесной работы с населением организован в целях реализации программы сервисной модели полиции укрепления доверия граждан и повышения статуса полиции. Управление административной полиции в целях разъяснения гражданам по эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных с Евразийского экономического союза, это Россия, Армения, Беларусь, стран, создан центр Кул-центр. По всем интересующимся вопросам, связанным с иностранными учетом транспортных средств, можете звонить по номеру 936-132 и 936-170. В Казахстане окончательно утвердили тарифы за проезд по семи участкам автодорог, сообщает спутник. По информации Казавтожола, семь участков автомобильных дорог станут платными с 15 ноября в Казахстане. Это участки Нурсултан-Павладар, Шымкент, границу Узбекистана, Наташкент, Щучинск, Кокшитау, Капшагай, Талдыкурган, Шымкент-Тарас, Тарас-Кайнар, Шымкент-Казаларда. Стоимость проезда будет зависеть от вида автотранспорта и протяженности маршрута. Оплатить проезд можно будет через интернет-банкинг, платежные терминалы, а также через СМС. Для местных водителей, которые живут в селах возле платной дороги, действуют льготы. Они могут купить годовой абонемент на свою легковушку. Стоимость абонемента составляет 1000 тенге. Для его получения водителю нужно обратиться к представителю Казавтожола на пункте взимания платы и показать техпаспорт на машину и удостерение личности. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Костак передает в семье и разыскивают неизвестного водителя, сбившего троих человек. По информации Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 ноября примерно в 6 часов вечера, сказано в сообщении. Как рассказали родные потерпевших, маму с детьми сбили на улице Морозова. Она с коляской переходила дорогу. В коляске было двое малышей двух и трех лет. Сейчас все находятся в больнице. У старшего ребенка трещина на голове, рассказали родственники. Инцидент также прокомментировали в Департаменте полиции. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, на пересечении улиц Морозова Шевченко допустил наезд на женщину-пешехода с двумя малолетними детьми. После чего скрылся с места ДТП в неизвестном направлении, сообщили в ДПВКО. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя данного транспортного средства. По данным КАСТАК, карантин установили из-за новой вспышки сибирской язвы в Кастанайской области, передает корреспондент агентства. Установить карантин на территории ТО Баталинское села Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Кастанайской области в связи с возникновением болезни «Сибирская язва крупного рогатого скота», говорится в постановлении Акимата сельского округа. Напомним, 13 июля КАСТАК сообщал, что карантин вели из-за вспышки сибирской язвы в Кастанайской области. В тот же день стало известно, что заболеванием заразились три человека. В Казахстане за прошедшие сутки, 10 ноября, зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Тенгриньюс со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Всего в стране подтверждено 952 886 случаев. В то же время в республике 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 908 126 человек. КАСТАК передает вакцинация. Прибывший в Казахстан первой партии Pfizer начнется в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 10 ноября по поручению главы государства осуществлены поставки в Казахстан первой партии вакцины Pfizer против COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 миллионы доз вакцины Pfizer. Единым дистрибьютором прибывшая вакцина в оперативном порядке будет направлена в регионы страны и в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции всем гражданам РК, говорится в сообщении. Как отметили в Минздраве, чтобы четко следовать инструкции хранения вакцины и не допустить негативных последствий, проведены мероприятия по подготовке к доставке и применению вакцины. Закуплено холодильное оборудование, шприцы. Медперсонал прошел обучение правильному обращению и хранению препарата. Вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ. Вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане, добавили в ведомстве. Казахстан передает, женщина погибла под колесами маршрутного автобуса в Таразе, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбульской области. 11 ноября примерно 8,50 22-летний водитель маршрутного автобуса на пересечении проспектов Жамбыла и Талиби совершил наезд на 58-летнего пешехода, женщину, которая переходила дорогу справа налево относительно движения транспортного средства. В результате наезда женщина скончалась на месте ДТП, говорится в сообщении, начаться досудебное расследование по части 3 статьи 345 нарушения правил дорожного движения. Виновное лицо во дворе новое залеотор временного содержания города Тараз, добавили полицейские. Кастак передает, фильм «Желтая кошка» Адельхана Ержанова выдвинут на премию «Оскар» от Казахстана, сообщает корреспондент агентства. Картина «Желтая кошка» режиссера Адельхана Ержанова выдвинута на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» решением Оскаровского комитета Казахстана. Данная премия ежегодно вручается Американской академии кинематографических искусств и является одной из самых престижных премий в области кино в мире. «Желтая кошка» является девятой по счету художественной полнометражкой картины режиссера Ержанова. Мировая премьера фильма состоялась в прошлом году в конкурсной программе «Горизонт» из 77-го Венецианского кинофестиваля. Позднее картина приняла участие в ряде других фестивалей и удостоилась множественных наград, включая гран-при за лучший фильм на фестивалях в городе Беронии, Италии, городе Брюге, Бельгия, а также приз лучшему режиссеру на кинофестивале «Хоуп Эйфифи» в Стокгольме, добавил автор. Также ранее в этом году «Желтая кошка» была номинирована на российскую кинопремию «Ника». Объявление списка номинантов премии «Оскар» состоится уже 8 февраля 2022 года, а церемония вручения наград пройдет 27 марта 2022 года. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Библиотекарей региона наградили благодарственными грамотами за участие в конкурсе «Коррупция. Болезнь общества». Ее профилактика – наша общая задача. В областях Казахстана ввели ограничения на поставку электроэнергии для потребителей. С проблемой столкнулись жители Шимкента, а также Восточно-Казахстанской и Казалардинской областей. В областной школе-интернате для одаренных детей имени Кусаинова прошел областной этап республиканского конкурса «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?» Исполни мечту! Выиграй авто! Купи 6 билетов за 1800 тенге в лото 6 из 49 и получи шанс выиграть новую Camry 75. Билеты в точках продаж или онлайн. Розыгрыш 27 ноября в 20.55 на сайте ssoldas.kz Оденьте дом красиво с компанией Европасад. Всегда в продаже виниловый сайдинг, панели фасадные из ПВХ, водосточные системы, мягкая кровля производства Германии, террасная доска, профили и кронштейны, металлический сайдинг, европанель, эльбрус, линеарные панели, металлические кассеты, алюминиевые композитные панели, алкотек, декоративные изделия из пенопласта и полиуретана, жидкий травертин. Также предлагаем услуги по установке всех материалов. Наш адрес улица Арынова, 27. Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимнем саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Зимний сад Девять из них – дети. Берегите себя и своих близких. Для своей безопасности установите датчики угарного газа. Вы смотрите программу «Факт» на РИК-ТВ и мы продолжаем. В сервисном центре «Антикур Ортолога» сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Коррупция – болезнь общества». Ее профилактика – наша общая задача. Конкурс проводился среди работников библиотек нашего региона. Участникам необходимо было написать эссе на предложенную тему. В этом году по инициативе Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан утвержден комплексный план с местными исполнительными органами, в котором мы проводим совместно с обществом, населением, различными слоями общества, различные конкретные мероприятия. В данном случае мы провели очередной конкурс на лучший эссе на тему противодействия коррупции. Данный конкурс был направлен на привлечение работников библиотек нашей Актюбинской области для активного принятия участия в формировании антикоррупционной культуры среди населения, принятия участия в формировании общественной работы среди работников научной среды, литературной среды и в целом активных общественников нашего Актюбинской области. В своих работах библиотекари поделились своим видением и предложениями, как противостоять коррупции в регионе и в стране в целом. Некоторые участники считают необходимым проводить анонимное анкетирование в бюджетных учреждениях, другие считают, что наказывать необходимо не только самого взяточника, но и их посредников. Как отмечают организаторы, данный конкурс направлен на стимулирование работников библиотек к активному участию в антикоррупционных мероприятиях, поиску новых идей, связанных с популяризацией принципов добропорядочности и честности в обществе. Всего в конкурсе приняли участие 12 библиотекари региона. По его итогам были определены победители. Первое место занял сотрудник областной универсальной библиотеки имени Баишева. Второе место – методист Хабдинской центральной районной библиотечной системы. Третье призовое место также получил сотрудник библиотеки имени Баишева. Ну что же, похоже, что зима уже начала показывать свою власть над осенью, поэтому практичные представительницы слабого пола уже сейчас утепляются, выбирая себе зимний гардероб. В октябре проходит всем полюбившаяся выставка шуб от российского производителя «Союз Меха». Здесь представлено более 5000 разных видов шуб. Посетить выставку модные покупательницы смогут в ТРЦ «Октубэмол». Уже сегодня у «Октубенцы» переоделись более теплые куртки и пальто, но в морозы они не сравнятся с изделиями, выполненными из натуральных материалов. Мутон, норка, каракуль – приталенные, прямые и бочонка. Модели классические и молодежные, короткие и длинные. По этим рядам можно гулять бесконечно. И дело не в том, кто какие шубы предпочитает. Женщины этой выставки умеют удивить. У нас очень большое количество шуб из меха-норки, австралийского мутона, каракуля. Большой размерный ряд до 64-го размера. Большое разнообразие классических моделей, современных моделей. Шубы очень удобные, ноские, красивые. Большое разнообразие цветовой гаммы, также действуют скидки и беспроцентная рассрочка до двух лет. Меховые изделия из Пятигорска «Союз меха» уже успели покорить представительниц прекрасной половины человечества богатым ассортиментом и высочайшим качеством. Продавцы-консультанты помогут определиться с размером и посоветуют модель, подходящую вашей фигуре. Цены приятно удивят любую покупательницу. Для каждой скидки – рассрочка для всех желающих до двух лет. В преддверии новогодних праздников и суровой октябинской зимы мужчинам стоит взять это на заметку. Ну и кроме прочего, каждой шубке можно подобрать шикарный головной убор, дополняющий образ. Большое разнообразие шапок есть, комбинированные есть, мутон с норкой, мутон с лисой. Тоже очень удобные, хорошо сшитые. Согреет вашу голову наши зимние вечера. Тепло, комфорт, красота. Коротко о меховых шубах из Пятигорска «Союз меха». Современные модели, практичность и доступная цена привлечет не только модниц всех возрастов, но и мужчин. Для них на выставке тоже имеется отличный выбор шуб. Выставка работает ежедневно, без перерывов и выходных по адресу Проспект Сынкибай-Батыра, 14, корпус 1, ТРЦ, Ктубемол, первый этаж с 10 утра до 8 вечера. Выставка продлится до 30 ноября. Приходите, наслаждайтесь ассортиментом и выбирайте мех по душе. Натуральная шуба согреет фолода и сделает ее обладательницу самой красивой. В областях Казахстана ввели ограничения на поставку электроэнергии для потребителей, передает Тенгреневский ИЗЭТ. АОКИГОК заявляет о необходимости сокращения потребления электроэнергии. С проблемой столкнулись жители Шимкента, а также Восточно-Казахстанской и Казалардинской областей. Социальные объекты населения области обеспечиваются стабильным электроснабжением. За 10 месяцев потребление составляет 1,2 миллиона киловатт-час, из них 38% населения. На сегодня со стороны бюджетных организаций, социальных объектов, населения именно жалобы по электроснабжению не поступило. Не предвидится каких-либо ограничений в ближайшее время? Нет, не предвидится, все в стабильном режиме. По данным КИГОК, значительные части энергоустановок на электростанциях находятся на аварийном и внеплановом ремонтах. В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводит к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии. А у КИГОК, как системный оператор, в целях обеспечения надежной работы энергосистемы Казахстана при наличии сверхпланового потребления, будет принимать меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии, сообщает портал. Сегодня в Октябрьской областной школе-интернате для одаренных детей имени Кусаинова прошел областной этап республиканского конкурса «Знаешь ли ты свой родной Казахстан», который направлен на формирование интереса к чтению книг, а также к истории, географии, культурным традициям нашей страны. Конкурс реализуется в рамках программы «Рухани Жангару» и участие в нем принимают школьники с пятого по седьмой классы. Организаторами сегодняшнего конкурса являются управление образования, центр «Дарен» и проектный офис «Рухани Жангару» Октябрьской области. Сегодня у нас проходит областной этап конкурса. Районный этап уже прошел в начале ноября. В районном конкурсе участвовало более трех тысяч учеников пятых-седьмых классов. Конкурс состоит из тестирования и устной викторины. Вопросы составлены по пяти книгам, утвержденным Министерством образования. Это труды по отечественной истории, культуре, географии, астрономии и программе «Рухани Жангару». В сегодняшнем областном этапе конкурса должно было принять участие 85 детей со всей области, но в связи с погодными условиями часть конкурсантов прибыть в школу-интернат так и не смогла. Организаторы планируют провести с ними конкурс в онлайн-формате. Команда победителей областного этапа в составе пяти человек отправится на региональный этап среди представителей всех западных областей страны. Победители регионального конкурса попадут на финальный республиканский этап, который завершится 18 декабря. О спорте. Стала известна сумма премиальных, которую от государства получил главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сайджанов за успешное выступление на чемпионате мира в Белграде, сообщает Вести Киезет. Так, во время награждения призеров министр культуры и спорта Казахстана Актотыра Имкулова вручила наставнику национальной команды сертификат на сумму 1,4 миллиона тенген. Напомним, на чемпионате мира казахстанские боксеры завоевали пять медалей. Золото завоевали Тимиртас Жусупов и Сакен Бебасынов. Серебряными призерами стали Махмуд Сабархан и Серик Тимиржанов, а бронза – у Аблайхана Жусупова. В общекомандном зачете сборная заняла второе место. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.